В одном из последних выпусков новостей мы уже сообщали о грядущем во втором квартале года ремонте городских дорог. Напомню, планируется залатать ямы на 19 улицах Харциска. Иловайск и Зугрес также рассчитывают расстаться с множеством выбоин на дорогах до конца июня, то есть до конца второго квартала. Раньше вряд ли получится, поскольку предстоит еще провести тендер, а на различные процедурные моменты обычно уходит немало времени. Другое дело Зуевка. С ремонтом дорог в поселке намерены управиться уже к 9 мая. Именно с этой позитивной новости исполняющий обязанности главы администрации Харциска и начал вчерашнюю встречу с зуевчанами. На ремонт дорог Зуевка получит во втором квартале чуть меньше миллиона рублей. А это значит, что объявлять тендер нет необходимости. И к починке поселковых артерий дорожникам можно приступать уже в самое ближайшее время. Планируем до 9 мая эти средства освоить, чтобы праздник Победы и пятилетие республики зуевчане встретили с отремонтированными дорогами. Конечно, эта сумма не позволит выполнить полный объем работ, но по крайней мере мы с чего-то начинаем в этом году. Сумма не тендерная, поэтому тендерных процедур не будет проведено. Поэтому надеемся, что к 9 мая ремонт дороги будет сделан. Александр Левченко рассчитывает, что дорожные работы в городах и поселках Большого Харциска будут профинансированы и в третьем квартале. Учителя тут же поинтересовались, не планируется ли сделать тротуар вдоль дороги, ведущей к школе. Планируйте, запланируйте, но этот год, наверное, уже не получится. Ну, наверное, все-таки на следующий год программу развития поселка включить пешеходную дорожку к школе, чтобы как минимум обследовать ее для начала. Может быть, там просто ее нужно восстановить. Понимаете, это будет не капитальное строительство, это будет текущий ремонт. Хорошо? На встрече с градоначальником прозвучали просьбы организовать в поселковой амбулатории раз в неделю работу медицинской лаборатории. Последние несколько лет и здоровым, а чаще, конечно, больным, зуевчанам приходится ездить в Харциск, чтобы сдать анализы. Еще одна просьба продлить график движения автобуса Харциск-Зуевка с 16 часов до 18. Будем работать над решением этого вопроса. Главное, чтобы перевозчик был технически готов к продлению графика движения. Суждено ли воплотиться в жизнь планом газификации поселка? За последние 20 лет от чиновников разного уровня зуевчане слышали много обещаний разной степени убедительности. Тема эта, впрочем, до сих пор остается в Зуевке, что называется, в тренде. Сегодня «Донбассгаз» работает над проектом строительства распределительного газопровода среднего давления на улице Блюхера, сообщил глава поселковой администрации. Как только они будут где-то на 90% готовы уже что-то озвучить, мы соберем вас с их представителями. Они все озвучат, вы задаете вопросы, все интересующие вам по этому вопросу. Но вы должны быть уверены в том, что вопрос за степени Зуевки, он на контроле, он действует, он работает. Директор Зуевского коммунального предприятия обратилась к Александру Левченко с просьбой помочь с ремонтом спецтехники. Мэр Харциско пообещал содействие в решении проблемы.